Здарова, на связи Шамшурин и это видео называется, как бы, что делать, если твоя девушка лезет тебе в телефон, проверяет твои смски, пытается залезть к тебе в страницу в соцсети или что-то в этом духе. Значит, я сторонник того, что, ну, ко мне, во-первых, часто обращаются с таким вопросом, да, и на самом деле ситуация такая дурацкая, и я сторонник того, что любую непонятную ситуацию, конфликтную ситуацию, какую-то неприятную тебе можно решить с помощью диалога. Поэтому, ну, тем более, это твоя девушка, если она для тебя как-то ценна и дорога, то надо с этим что-то делать. Значит, ну, вообще начнем с того, что любые нормальные отношения, они основаны на доверии. И если у вас есть доверие, значит, отношения есть. Если у вас нет доверия или с ее стороны к тебе нет доверия, значит, как бы, в принципе, уже о каких отношениях может идти речь. И весь прикол в том, что когда она туда залазит и в надежде что-то найти, она там обязательно что-то найдет, даже если искать нечего. Потому что, ну, женский мозг, женская фантазия, они настолько сильно работают, да, что если человек захочет, то он обязательно найдет какой-то косяк. Пусть даже какой-то рабочий момент, какая-то подруга, какая-то знакомая, что-то где-то, она до чего-то докопается. Вот, есть ей нужен повод для ревности. То есть, собственно говоря, что с этим делать? Я бы сделал как? Значит, как только ты вообще увидел впервые в жизни, смотри, значит, это нужно пресекать сразу же, то есть, по идее. Как только ты увидел это впервые в жизни, что вот там запалил ее за этим занятием, что она куда-то полезла или, не дай бог, еще удалила каких-то телок из твоего, там, фейсбука или контакта. Соответственно, ты садишься с ней спокойно, но жестко разговариваешь. Здесь эти два слова, они очень важны, и то, и другое. Спокойно, но жестко без принципов. Ты говоришь, уважаемая, значит, там, ты мне очень дорога, бла-бла-бла, я тебя очень люблю, там, ты мне нравишься, все такое. Мне с тобой хорошо, но вот этот момент, он меня не устраивает. Объясняешь ей, что должно быть какое-то доверие, что если его нет, значит, в принципе, о каком общении дальше можно разговаривать. И говоришь ей следующее, значит, допустим, Таня или Маша. Маша, я тебе хочу сказать следующее, то есть, я тебе доверяю, я себе такого не позволяю, потому что, как бы, я, потому что я тебе доверяю. То есть, если ты мне не доверяешь, значит, как бы, либо мы расстаемся прямо сейчас, либо ты просто обещаешь мне, что ты больше никогда этого делать не будешь. Я хочу, чтобы мой телефон или, там, мой компьютер был только моим, и, соответственно, у меня условие такое, если я хотя бы раз еще увижу тебя при всем моем уважении с этим аппаратом или что-то в этом духе, роющийся у меня в телефоне, в этот же день я встану и уйду, и наше общение на этом закончится, потому что я не вижу смысла продолжать отношения в таком ключе. Я надеюсь, ты меня поняла. Все, встаешь, уходишь. Может, что там дальше, она что-то там орет вслед, еще что-то, неважно. Ну, может, она ничего не будет говорить, может, еще что-то. То есть, ну, женщина им свойственно включать какие-то механизмы защиты, то есть, там, какие-то истерики, какие-то еще предъявы и прочее. Но это первый момент. Жестко и спокойно объясняешь ей суть. Говоришь, что как только ты это увидишь, ваше отношение заканчивается. Следующий момент, это если действительно это продолжилось, повторилось, если инцидент вновь повторился, то важно свое слово сдержать. Ну, ты, зная о том, что ты уйдешь не навсегда, да, ты просто говоришь, все, окей, я тебя предупреждал, ты меня не послушала, значит, я ухожу. Собираешь шмотки, съебываешься, как-то так. Причем, неважно, там, либо она будет говорить, ну, пошел ты там, ты все равно, короче, там, тебе есть что скрывать, ты мне изменяешь, либо она будет, наоборот, тебя уговаривать и говорит, не приходи, вернее, не уходи, не надо, останься, пожалуйста, я больше не буду. Здесь важно сдержать свое слово. Даже если ты потом вечером придешь и скажешь, окей, ладно, я тебя простил, и она тебе позвонит. Но на данном этапе нужно показать, что если ты сказал, значит, ты сделал, и будет всегда так. Это принципиально важный момент. Не надо бояться, что из-за этого отношение разрушится. Если она уже полезла к тебе в телефон, значит, как бы, все равно есть какой-то косяк. Его надо так или иначе решить. Сдерживаешь свое слово и сваливаешь. Потом она тебе, допустим, дня через три звонит, или там каждый день, дня через три приходишь, говоришь, окей, но мы договорились. Твоя задача – показать серьезность намерений. Как-то так. Еще раз хочу напомнить, да, что любые отношения, они основаны на взаимовложении, на взаимном доверии. Смысл любых отношений в том, чтобы поддерживать друг друга, чтобы ценить друг друга, заботиться, беречь, помогать и так далее, а не выносить мозги. Есть такие примеры, когда люди просто созваниваются целый день и друг другу чморят по телефону, что-то там где-то, с кем-то. То есть вот этого быть не должно. Если у вас есть такая картина, такая история, значит, нужно что-то менять. Еще есть одна проблема, что, ну, один момент, я бы его не назвал проблемой, что для многих очень сложно потом вот это слово сдержать и встать, и действительно уйти. Потому что они цепляются за эту девушку, потому что нет альтернативы, нет уверенности, что могут найти другую еще лучше. Но она никуда не денется, она поймет, что она накосячила, она попросит прощения. Здесь важно именно заставить себя выполнить свое обещание. На этом пока все, на связи был Шамшурин. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, если тебе понравилось это видео, ставь дизлайки, соответственно, если не понравилось. И увидимся, пока.